Ну, лови с рыбкой, большая и маленькая. Можно, можно. Медленно, не спеши, тихонечко. С наслаждением. О, сразу вдвоем, смотри. Вот так, это мой настоящий шварель, первый раз. Словил. Смотри, Марат, аж руки потрясло, да? Да. Маленький надо, Марат, маленький. Хорошо, выполняю заказ, ловлю маленькую. Маленькая кукурузинка, маленькая рыбка. Пошел, посол, посол. Маленькая вроде была. О, Графуль там русалку поймал. Светка давай. Сейчас даю. Вот она. Подышать надо давать чуть-чуть, чтобы он не дергался. Опа. Все отлично. Клев такой, чтобы позабудешь обо всем на свете. Вот Марат, то, что мы наловили, уже нам почистили. Тут все, сервис есть. Вот это рыбки наши, которые мы ловили. Сейчас буду жарить его. Костер у меня горит. Мангалчик. Место прекрасное. Называется ОПК. Это начало карпатских хребтов. Вот, начинайся отсюда. Вот эта рыба, дрова, со всеми, это приблизительно 25 долларов обходился нам. Цена приемная. У нас намного дороже там, чем здесь рыба. Здесь вообще бесплатно, ребята. Такую цену я могу год здесь сидеть, только эта рыба ест. Начинаю. Мука кукурузная. Как им полагается. Рыба у нас, смотрите, нежная, свежая. Тут ничего не надо, ни перца, ничего. Мука, соль. Все. Вот садж. Удобно. Можно взять с собой. В багажнике мало места занимается. Выехали. Ты себе можешь в любое место. Вот грибы жарят. Вот делайте. Нальем растительное масло. Масло надо доброе. Для такой рыбы, чтобы хорошенько он прям в масле жарился. Вот тогда у вас будет равномерная, одинаковая обжарка. Хрустящая, сочная рыба будет. Вот так, есть. Это настоящий рычковой форель. На вкус будет. Видите как, уже хочется есть у меня мараджо. Сейчас ты его попробуешь. Аккуратненько все. Какая вкусная, маленькая или большая? Ну, кто как любит. У кого рот большой, ему большой всегда надо давать рыбу. А у кого такое, определенно, они все вкусные. А если жарят, да меньше, еще лучше, чем большие. Большие шашлыки пойдут. Тут же сказали, есть даже полтора килограммовые. Вот, самое то, что надо. Ставим сюда наша рыба. Еще надо чуть-чуть масла накалить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. О, пошла. Вот в таком уровне огня. Если больше будет огня, у вас рыба может моментально прожариться. Да, он прожарится в любом случае. Он будет суховато будет. Форелье нельзя. На высоком огне сгорит одним словом. Верхний час, середина может быть не жареной. Это же нежная рыба. Его надо аккуратненько такой. Смотри ты, какая. Он уходит, поднимает. Одну сторону. Пять минут. Перевернем. Еще раз. И наша рыбка будет, можно сказать, готова. А Туруцковец сколько тут километров? Километров, наверное, 30-40. Не больше. Переворачиваем. Нежнейшее мясо. Рыба прекрасная. Пахнет. Слов нет. Тут надо спилить. Вот наши рыбки как жарятся. Смотри, Марик. Марик, сейчас ты попробуешь вот это горные прекрасные форельчики. Потом ты мне скажешь, какой то, что мы берем. Где форель? Лето. Какой вкус. Наша рыба готова. Ну что, что страшно? А дайте ближе встань, а полажай сюда. Ай, у меня совсем петекот. Ай-яй-яй-яй-яй. Отлично. Отлично. Ах, да? Марик, забасочный. Вкусный. Это не стоит, что-то. Давай? Давай, пару словарьбалки. Как тебе либалка? Понравилось? Все хорошо? Есть. Ну мелко, быстрее будет. Вот так. Всего лишь 20 минут. Марик, 20 минут у нас уже прекрасный горный, свежий, чистейший форельчик готовый. Это же кайф, это же балдеж, это же здоровение, это же воздух, это же вода чистая. Вот это я понимаю. Смотри на небо какое. Сзади мне может три раз погода изменится. Тут еще самое грибное место. Это грибы, белые грибы. Это их родина вот здесь. Как пойти, собирать я обязательно. Ну поднимемся в горы еще. Соберем это грибочки. И мы с него тоже что-нибудь интереснее, вкуснейшая еда приготовим. Вай, 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 вай. Ой, 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 ой. Ну это чуть-чуть про жарости делаю по желанию. Кто у нас нас трое, три такие чуть-чуть не дожарено, то есть не сильно жарено. А трое так и насухо прожарю. И вы сравниваете, ребята, какой вам вкус нравится. В следующий раз, куда идет форель заказ, сразу скажете вам, сильной зажаростной или средней зажаростной. Это то и своеобразно, как стейки. Кто любит такой, а кто любит сильной зажаростной. Ой, 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 ой. Еще дам чуть-чуть ему корочка. Последний. Это не готовит, это удовольствие. На эту форель посмотришь, это одно удовольствие. Отсюда можно стримы, брат. Вам готовить, вы с собой можете забрать. Можете уже вам зачищены, упакованы, с собой взять, поехать до дома дожарить. Или там, как вам нравится. Хотите здесь, сами готовьте. Хотите, тут кухня прекрасная. Все удобство есть. Хорошие люди, гостеприимные. С удовольствием они рады вас обслуживать. Для вас все готовы делать. На три человека, на 25 долларов, такие вот прекрасные 6 штук и форели. Совсем удобство. Ты что, супер. Давай, Вадикджан. Давай, сынок, принеси. Это тебе не Швейцария. Ты в дальних рейсах постоянно по Европе едешь, в Питер наших. Украинский колорит попробуй. Та-да-да-да-дам. Да-да-да-да-дам. Красота. Да-да-да-да-да-да-да. Дымок слезы. Да, эсмаката. Так. Друзья, вот мы в течение 40 минут наловили, поджарили и горячей, свежей форельчика будем есть. Вот она, прекраснейшие карпатские форели, очень вкусные. Пробуй ла-динджан и скажи мне, пожалуйста, рыба можно руками, как хочешь, прям целую, да, можно и целую, бери, бери, дорогой, какой ты хочешь. Ой, 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 ой. Я не знаю, что сказать, это лайми, лайми. Это очень вкусно, вот так. Честно вам скажу, такого свежащего редко бывает, сразу поймал, только поджарил. Ну вкус, я не хочу вас долго утомить с этим рассказом. Я вам всем желаю прекрасного аппетита, крепкого здоровья, берегите себя, отдыхайте, едьте, едьте в Карпатах, отдыхайте на таких прекрасных местах. Вот как аппаках, вот здесь рыбами, природами и со всем, со всеми удовольствиями. Желаю вам еще раз крепкого здоровья, хорошего настроения, приятного аппетита и всегда берегите себя. Будьте крепкие, дорогие мои. Пока.